Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вячеслав Скрипник, и в этом видео я поделюсь с вами 10 нестандартными советами про то, как надо снимать таймлапсы. Усаживайтесь поудобнее, открывайте заметки на ваших телефонах и фиксируйте все мои советы для лучшего запоминания и моментального применения их на практике. Первое. Мыслите как режиссер фильма, а не как фотограф. Да, это звучит странно, но вот именно при создании таймлапсов вы должны забыть про то, что вы фотограф, а начать думать как кинорежиссер, кинооператор, сценарист, специалист по свету и, конечно же, тоже как фотограф. Что я имею ввиду? Таймлапсы это не статичные картинки. И если вы просто так выйдете на улицу и сделаете серию кадров, а потом склеите их в бездумную последовательность, то это будет абсолютно неинтересное видео. Поэтому, если вы собрались снимать таймлапс видео, то помните, что качественный результат у вас получится при сочетании хороших фотографий, подходящей музыки и звуковых эффектов и наличия какого-то действия в вашем кадре. Второе. Подберите музыку и рассчитайте количество сюжетов до начала съемки. В начале, перед съемкой, я советую вам выбрать музыкальное оформление для вашего конечного клипа и понять, какое количество сюжетов вам будет необходимо снять для того, чтобы создать ваш клип. Если вы проведете такую подготовку заранее, вы более точно будете знать, сколько локаций и планов вам необходимо отснять и какое количество материала будет достаточно для запланированного хронометража. Третье. Математические расчеты и время. После того, как вы придумали сюжет и составили план съемок, приступайте к расчетам. Мы снимаем фотографии, которые впоследствии мы склеим в видеосеквенцию. А значит, нам надо знать, сколько кадров необходимо отснять, чтобы получить движение в итоговом видео. Как надо считать, для наглядности подсчетов давайте возьмем простое видео продолжительностью 60 секунд или 1 минута, созданное из 6 разных планов, по 10 секунд на каждый кадр. В Европе общепринятый стандарт количества кадров в видео это 25 кадров в секунду, в кино это обычно 24 кадра в секунду, а в США и Азии это примерно 30 кадров в секунду. Я всегда создаю видео 25 кадров в секунду. Итак, в итоге для 60 секундного видео мне понадобится 1500 кадров или 60 секунд умножить на 25 кадров в секунду. Далее, добавим погрешность. Всегда может понадобиться на монтаже чуть-чуть подрезать, сдвинуть, подровнять, плавный переход наложить и так далее. Поэтому 1500 кадров умножим еще где-то на 1,2, то есть добавим 20% сверху. Итого получаем 1800 кадров. Далее, мы определили, что мы снимаем 6 разных планов по 10 секунд для 60 секундного видео. Это означает, что мы 1800 кадров поделим на 6 и получим 300 кадров на 1 сюжет. Ура! Теперь мы понимаем, сколько кадров нам надо на каждой точке съемки. То есть мы снимаем 6 таймлапсов по 300 кадров. И эти данные нам понадобятся для задания параметров съемки в нашей камере. Четвертое. Переведите все в мануальный режим. Возьмите за правило простое утверждение. Нормальный таймлапс – это мануальный таймлапс. В чем суть? Как пример, возьмем наш таймлапс на 300 кадров. Если вы оставите какой-то из параметров в автоматическом режиме, то камера каждый раз на протяжении 300 кадров будет автоматически выставлять баланс белого, или фокус, или экспозицию, или что-то еще. Все это приведет к тому, что ваши кадры будут не одинаковыми. Они будут или с разным балансом белого, или с разной экспозицией, или с разными точками фокусировки. И когда вы склеите это все в программе для монтажа, вы получите мерцающую, неоднородную, мельтешащую картинку. Это будет раздражать вашего зрителя, и вы получите бракованный материал. Поэтому обязательно перед началом съемки таймлапсов переведите диафрагму, ISO, выдержку, баланс белого, фокусировку в мануальный режим. Но также обращаю ваше внимание на то, что когда вы начнете хорошо разбираться в съемке таймлапсов, вы сможете использовать некоторые параметры в автоматическом режиме. Для более сложных сюжетов, таких как, например, съемка закатов или рассветов, моушн таймлапсы и прочие продвинутые сценарии. Пятое. Снимайте в RAW. Да, именно RAW поможет добиться вам лучшего результата и сделать вашу итоговую картинку более интересной. В чем суть? Из-за того, что вы склеиваете ваши кадры в видео из RAW фотографий, вы, по сути, обладаете неограниченными возможностями по постобработке вашего итогового материала. Так как RAW файлы позволяют вам добиться более необычного результата, вы сможете обработать картинку и задать такой динамический диапазон вашим кадрам, который невозможно повторить в видеосъемке на обычные общедоступные инструменты. Также в вашем распоряжении будут все инструменты Lightroom и RAW-конвертера. И главное, вы сможете очень быстро обрабатывать фотографии пакетно, так как сюжеты повторяются на ваших снимках. Теперь, когда мы знаем, что надо снимать в RAW, что лучше использовать все настройки в мануальном режиме, и мы понимаем, сколько кадров нам необходимо отснять, предлагаю на наглядном примере все это перенести на практику. Включаем вашу фотокамеру. У меня Nikon Z6, поэтому покажу вам на ее примере. Перевожу камеру в режим фотосъемки и выбираю мануальный режим. Переключаю объектив на ручную фокусировку, задаю необходимую выдержку и диафрагму, поправляю баланс белого. Устанавливаю стандартный или плоский режим Picture Control. После этого захожу в меню режима фотосъемки и нахожу пункт «Съемка с интервалом». Первый и второй пункт пока пропускаем. Перехожу сразу к меню «Интервал». В этом пункте мы указываем, сколько времени в секундах, минутах или часах камера будет отсчитывать между снимками. В зависимости от сюжета вы задаете необходимый интервал. Примите во внимание, что это время должно включать и промежуток между кадрами, в которые камера бездействует, и время, которое камера тратит на съемку кадра, то есть время выдержки. Если, например, вы снимаете звезды с выдержкой 5 секунд и паузой между кадрами 3 секунды, то интервал вы задаете 8 секунд, то есть 3 секунды плюс 5 секунд. Следующий пункт – количество интервалов и количество снимков. Тут я указываю, сколько кадров я хочу отснять, то самое число 300, которое мы получили ранее. Вот в этом пункте мы его и указываем, что мы хотим сделать 300 интервалов по одному кадру. Пункт выравнивания экспозиции оставляю в выключенном состоянии, так как эта функция необходима для сложных съемок с быстро изменяющейся экспозицией. А мы работаем в полностью мануальном режиме в нормальных условиях съемки. Пункт бесшумная фотосъемка включаю, если я хочу беречь затвор. Но если я работаю в сжатые временные интервалы и нет права на ошибку, то я оставляю этот пункт в выключенном состоянии, чтобы следить за кадром и еще и по звуку затвора понимать, закончилась ли у меня серия или нет. Функция приоритет интервала оставляем в выключенном состоянии, так как она необходима только для режимов P и A. А функцию начальная папка для хранения активируем, если хотим, чтобы каждая новая серия записывалась в новую папку. После настройки всех пунктов задаем время старта съемки нашей серии и в конце концов стартуем съемку в первом пункте запуск. Все просто и максимально удобно. Также в современных камерах Nikon, в том числе и на моей Nikon Z6, присутствует функция цейтраферной видеосъемки. Это, так сказать, лайтовый или упрощенный вариант съемки таймлапсов, который все делает за вас. В этом режиме, помимо того, что камера отснимет фотографии, она еще и сама за вас склеит весь материал и сохранит готовое видео на карту. То есть это такой вариант для новичков и для тех, кто не хочет заморачиваться с постобработкой равок в Lightroom и склейкой их в программе для видеомонтажа. По функциям все просто. Задаем временной интервал между кадрами, указываем, как долго камера должна снимать ваш сюжет, активируем или деактивируем выравнивание экспозиции и бесшумную съемку, выбираем область изображения, полный кадр или DX, устанавливаем формат итогового видео и решаем, нужен нам приоритет интервала или не нужен. После всех настроек выбираем запуск и ждем, пока камера все сделает за нас с вами. Кстати, друзья, если вы используете камеры Nikon для съемки и у вас есть вопросы, или вы хотите пообщаться с людьми, также использующими технику Nikon, советую вам присоединиться к нашей группе про Nikon в Telegram. Нас уже более 500 участников и мы регулярно обсуждаем все возможные вопросы, связанные с фототехникой Nikon. И не обязательно быть обладателем техники Nikon, чтобы присоединиться к нам. Мы рады всем людям, увлеченным фотографией. Шестое. Используйте дополнительное оборудование. Все дополнительное оборудование можно разделить на три основные группы. Первое. Это штативы, слайдеры и моторизированные устройства. Второе. Всевозможные средства для управления камерой. Пульты, смартфоны, приложения и так далее. Третье. Различные фильтры для достижения дополнительных эффектов. Чем ровнее и плавнее будет ваше видео, тем лучше его оценит ваш зритель. Поэтому всегда используйте хотя бы штатив. Также можно использовать моушн-слайдеры, моторизированные головы и прочее доступное оборудование, которое поможет вам или надежно зафиксировать камеру, или задать камере последовательное запрограммированное движение, которое будет синхронизировано с таймером на вашей камере. Любое двигающееся оборудование – это тема отдельного видео. Поэтому в нашем случае пока сосредоточимся на самом простом – на штативе. Далее. Пульты и приложения. Они имеют встроенный таймер для съемки таймлапсов. Но в большинстве современных камер уже присутствуют встроенные функции для создания таймлапсов. Поэтому, скорее всего, вам этот путь уже даже и не понадобится. Фильтры. В нашем случае понадобится ND-фильтр, который поможет нам отсечь часть ненужного света для того, чтобы мы могли создавать кадры в дневное время с открытой диафрагмой и длинной выдержкой. Седьмое. Используйте комфортную одежду и аксессуары. Таймлапсы – это не быстрое дело. И хоть мы с вами провели математические расчеты и минимизировали наше время затраты, все равно нам надо будет провести определенное время на открытом пространстве. И погодные условия не всегда могут быть приятными. Поэтому всегда ориентируйтесь на погоду. Проверяйте прогноз. Надевайте комфортную одежду. Возьмите теплый чай, если идете на мороз. Оденьте перчатки с возможностью сенсорного управления. Или наоборот. Оденьте кепку и возьмите сенсозащитный крем. Возьмите зонт или дождевой плащ. Ну вы поняли. Будьте готовы к условиям, в которых будете снимать. Восьмое. Снимайте движения. Что такое таймлапсы? Это убыстрение времени. Это то, чего мы не видим в реальной жизни. То, что за гранью наших возможностей. И интересный таймлапс – это тот, который содержит движения, которое мы не можем увидеть в реальной жизни. Или это интересная интерпретация движения. Когда планируете кадр, всегда старайтесь найти то, что будет в нем двигаться. Помните, таймлапс – это динамика, незаметная нашему глазу. Девятое. Используйте длинную выдержку. Помните, таймлапс – это в первую очередь видео. А видео приятно смотреть, когда в нем есть художественный смаз-движение. Для этого в видеосъемке мы обычно используем правило. Выдержка в два раза короче, чем частота кадров. Например, мы снимаем видео 25 кадров в секунду. Тогда у нас выдержка будет 1,5. Так как итоговое видео с нашим таймлапсом будет 25 кадров в секунду, то и выдержку я бы ставил не короче, чем 1,5. И вот тут вам могут понадобиться ND-фильтры. Но также обращу ваше внимание на то, что я предпочитаю использовать более длинные выдержки. Такие как, например, 1,4, 1,2 секунды, 1 секунда. А ночью бывают сюжеты, которые ты снимаешь с выдержкой 5, 10, 15, 20 секунд. И за счет этого мы получаем картинку невиданной красоты, которую в реальной жизни мы с вами просто увидеть не можем. Десятое. Всегда все перепроверяйте. Да, таймлапсы – это тот тип съемки, где ошибиться очень легко. Очень часто, не проверив что-то, мы запускаем серию и ждем, пока она отработает. 20, 30 или 60 минут. А потом выясняется, что наше время потрачено зря. Так как мы забыли, например, выйти из автоматического баланса белого. И треть кадров имеют разные оттенки. А если ты обнаружишь ошибку уже дома, на постобработке, после того, как ты потратил целую ночь в поле, охотясь, например, на Млечный Путь. Да, разочарование от элементарной ошибки может быть колоссальным. Поэтому все, всегда перепроверяем. Трижды, четырежды, но перепроверяем. Ну а на этом у меня все. Если вам понравилось видео, поставьте ему свой лайк. Подпишитесь на канал, звякните в колокольчик и расскажите в комментах, снимаете ли вы таймлапсы и какие сюжеты любите снимать больше всего. Смотрите наши другие видео, снимайте как можно больше. Это был канал Скрипник Фото. Всем пока!